МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказ о своих любимых уголках Луганска композитор Юрий Дерский решил начать с маленькой и тихой улицы Дали. И сразу же удивил нас. Оказывается, в этом небольшом домике, в котором сейчас находится музей, прошло детство нашего героя. С этим домом у меня связано мое детство, потому что это дом, в котором я прожил добрых 9 лет. И здесь каждый кирпичик, за исключением вот этой вот плиточки, которая здесь лежит, ее тогда не было здесь. Немножко поменялся фасад, немножко поменялись окна. А так все осталось так же. Здесь прошло мое детство, здесь прошла, наверное, лучшие беззаботные годы моей жизни. Я всегда с теплотой возвращаюсь сюда и люблю просто постоять здесь. Даже иногда заходил вовнутрь, все изменилось. Юрий вспоминает, что в те далекие годы он и понятия не имел о том, что дом может иметь какое-то отношение к Владимиру Далю. Но о том, что здание связано с историей города, говорила одна из комнат, в которой хранились архивные документы завода Гартмана. На пожелтевшей от времени бумаге и со старинными печатями, с изображением двуглавого орла. То, что находится сейчас там в доме, это очевидно, какие-то вещи дали, наверное. И доселе их не было, поэтому я их помнить не могу, и они у меня не связаны с моим детством. Мы жили достаточно бедно для того, чтобы иметь фортепиано, для того, чтобы иметь какие-то комоды. Я родился и, собственно, вырос в семье преподавателей и учителей. Не самая благоприятная профессия и благодарная. Поэтому, вот, собственно говоря, когда я захожу туда вовнутрь, оно все другое. Оно все другое, ничего там общего с тем, что я видел, нету, конечно. Но вот сам факт того, что я хожу по той земле, по которой я ходил 40 лет назад, это уже здорово. А вот там дальше находился цыганский яр. И все, что находилось за этими деревьями, уже называлось страшно. Для меня это было страшно, потому что вот там асфальт заканчивался, и все, и там началась совершенно другая зона. А чего вы боялись там? А сам вид был страшный просто. Наличие рядом речки, то есть, как бы, она тут недалеко, лугами, и паровозики постоянно тут бегали. Ну, такая какая-то страшная все такое была. Это сейчас здесь цивилизация, раньше-то нет. А игры детства вашего какие были? Вы знаете, я же вам говорю, что у меня не было роскоши в жизни и в детстве. Я помню, что у меня была большая машина-самосвал, которую я очень любил. Очень поздно у меня появился один-единственный оловянный солдатик, который мне тоже очень дорожил. И я был очень рад колесу с палкой. Вот это колесо можно было толкать впереди себя и гонять его по всему этому периметру. Дальше меня просто не пускали никуда. Вы так жалостливо рассказывали. Нет, ну тогда было детство такое у всех, потому что... Ну а кто был богат? Время, кстати, недалеко, послевоенное. То есть я родился в 1962 году и, скажем так, от конца войны это всего-навсего где-то в районе 15-17 лет. То есть это не так много. Я хорошо помню те времена, когда возле Украины разрывали кладбища немецких солдат и доставали их оттуда вместе с гробами и с орденами. То есть они еще не истлели. Вот это говорит о том, что действительно это было очень мало времени пройдено. Что ж, давайте продолжим путешествие по Луганску. И наша следующая остановка непосредственно связана с музыкой. Итак, танцплощадка парка 1 мая. Именно здесь в свое время шлифовали мастерство луганские музыканты. Юрий шутит, что он родом отсюда. Нужно отметить, что лет 20 назад публика приходила в парк не только потанцевать, но и послушать игру музыканта. Сюда приходили многие как на концерт. Потому что на этой танцплощадке играли только профессионалы. Собственно, как и на любой танцплощадке нашего города. Потому что цель была всех музыкантов попасть в филармонию. А попасть в филармонию можно было только наигрывая какой-то репертуар, наигрывая какую-то технику и приобретая какие-то навыки. И вот очень много музыкантов здесь, на этой танцплощадке, отсюда поуходили. И к Пугачевой, и к Антонову, и ко многим музыкантам, которые сейчас называются мегазвездами. Но учитывая то, что Леонтьев у нас вообще работал в городе, поэтому вот такая была танцплощадка. Мы зарабатывали достаточно приличные деньги по тем временам, учитывая то, что курс доллара тогда был. Мы же привязаны все к национальной валюте доллару, да? Тогда был курс доллара 60 копеек. А мы зарабатывали по 200 рублей. То есть это зарплата для студентов. Я был тогда как раз студентом. Стоит там чего? Машинститут? Это был 80-й год, 81-й год. И, собственно говоря, этих денег хватало на многое. Потом, когда я, конечно, пошел работать в филармонию, это были очень хорошие деньги. И у нас были хорошие маршруты, хорошие гастроли. Были даже периоды, когда можно было в один месяц просто зарплаты купить машину. То есть самоцель и самозадача какой-то о том, что нужно зарабатывать, потому что, как сейчас ставится, просто самоцель – заработать хоть сколько-нибудь. Такого не было. Мы себя чувствовали. Но дело в том, что тогда музыкант – это был музыкант, это было почетно. А сейчас их превратили в лабухов. Причем в лабухов не по стилю жизни, по сути того, чем они занимаются, а по чем-то совершенно друг, ментально. То есть это слово само по себе, вот лабух, оно приобрело какой-то совершенно другой оттенок. И это перестало вязаться с чем-то профессиональной музыкой. Это стало чем-то оскорбительным. Вот, наверное, вот так. А я очень гордился тем, что я был лабухом. Мы играли разную музыку. Мы играли рок, мы играли свое. Я вообще сам рок-музыкант. Вот. И у меня были длинные волосы. Такие. Тогда все ходили с такими. И когда я попал работать в филармонию, меня все время пугали. Если ты обстрижешься, пойдешь работать к толку новой. Вот. Я страшно этого боялся. И поэтому отращивал чем больше, тем лучше. А вот. А музыка была профессиональная, хорошая музыка. Мы играли Джина Ванелли, мы играли Бенсона, мы играли Face One and Fire. Но сейчас этих названий, к сожалению, даже никто не знает. Вот. Но это была хорошая школа. Игралось все вживую. Никаких фонограмм. Никаких эсценуаций разных. Фальсификаций в плане музыки. Сейчас, вот я вспоминаю, скажем так, в период 80-х годов, музыканты ходили с танцплощадки на танцплощадку и хвастались какими-то музыкальными инструментами, какими-то достижениями. А сейчас ходят у нас из ресторана в ресторан и хвастаются, кто какой купил мини-диск-проигрыватель. Это говорит, наверное, о том, что уровень музыкантов технически растет. В последние годы Юрий Дельский живет, можно сказать, между Луганском и Киевом. Работы хватает везде. Он признается, что в столице чувствует себя комфортно на протяжении двух-трех дней. Потом его тянет домой. Юрий любит Луганск, любит сюда возвращаться. Но с грустью замечает, что в последнее время Луганск превращается в другой город. Город, которого он не знает. Мне почему-то все время казалось, что Луганск имеет массу своих достопримечательностей архитектурных, каких-то таких достопримечательностей, от которых нельзя отказываться. Нельзя отказываться по многим причинам, поскольку у нас живет в городе достаточное количество людей совершенно разного возраста. То есть это, скажем так, период от рождения ребенка до его тинейджерского возраста выше, но есть и старики. То есть есть старики, у которых понятие ностальгии, оно обострено. И у этих людей, вот говорят, что если старика перевести с места на место, допустим, с какого-то одного города в другой город, поменять ему резко место жительства, он моментально умирает, потому что у него нет связи с прошлым. Наша связь с прошлым как раз заключается в том, что мы приходим на те места, в которых что-то происходило. То ли это было детство, то ли это была какая-то юность, то ли это была встреча с любимым человеком. То есть там что-то происходило. У нас постепенно это все уничтожается. Уничтожается архитектура города. Мы превращаемся в какую-то стеклянную капсулу, зеркально-стеклянная капсула. Те дома, те архитектурные сооружения, которые характеризовали Луган с 60-х, я считаю, что они должны были остаться. Не знаю, может быть у кого-то есть какие-то другие мысли по этому поводу, но иногда хочется прийти вот туда, вернуться. Потому что у нас забрали идеологию, мы были пионерами, комсомольцами, октябрятами, чем-то мы еще там были. У нас это забрали, взамен нам не дали ничего. У нас забрали теплоту архитектуры 60-х, 70-х, 80-х, я знаю, прошлого столетия. У нас забрали, взамен мы получили металлические коробки остекленные, зеркалами. Я понимаю, это быстро строится. Красиво ли это, когда все одинаково. Мы приезжаем в инкубатор, из одного города в другой, везде все одинаковое. Мы пытаемся подражать Европе, но, наверное, Европа потому к нам и ездит сюда, потому что она иногда хочет столкнуться с истинно славянской культурой. Не только культурой в песнях, в костюмах, в чем-то, а эта культура, она должна сохраняться в архитектуре. Кстати, у меня был совершенно недавно эпизод с одним большим человеком, который мне рассказывал о перестройке, о возможной будущей перестройке парка, который находится возле филармонии. И он мне так красочно рассказывал о том, как это может быть беседочки, столики, стульчики, на которых стоят какие-то напитки. Но я не услышал слова о том, что нужно сделать аллеи, на которых будут сидеть мамы с колясками, с нашими новыми жителями Луганска, с этими маленькими луганчанами, которые, в свою очередь, тоже придут туда с колясками и будут сидеть там в тени деревьев, которые почему-то нас вырубили по всему городу. У нас был достаточно зеленый город. Количество машин растет, количество деревьев уменьшается. Парадокс. То есть вот такие парадоксы, которые пугают. И я боюсь, что скоро мы Луганска не узнаем. Не хотелось бы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok